У меня, к счастью, все охранения милиции живы. Он бросил родной маме под ноги, запал от гранаты. Мы очень много работали в ту пору и с криминальным миром, и наоборот. Либо стреляют, либо травят. Мужик, от которого сегодня встречать надо, оказывается, это Татьяна Рис. Я говорю, да ладно? Корчагина Виктория Юрьевна, региональный директор Национальной ассоциации телохранителей России. Начиналось все очень случайно, с течения обстоятельств. Времена были тяжелые, середина 80-х годов. Мы были молодыми специалистами, которые закончили институт и тоже выживали, как могли. У меня спортивная специализация – биатлон. Видимо, это наложило какой-то отпечаток на мою дальнейшую судьбу, потому что ко мне обращались за помощью. Понимали, что я хорошо стреляю, что я вообще физически хорошо подготовлен человек. Быстро соображаю. Мы очень много работали в ту пору и с криминальным миром, и наоборот. Тогда, да, вот в самом начале там же был огромный оборот рынка оружия. То есть там люди могли ездить в автомобиле, у них на торпеде открыто лежали автоматы какие-то там. В каждом кармане был пистолет. Высмотровых приборов, устройств практически не было. Люди были опьянены безнаказанностью, события происходили быстро. Вот, и, соответственно, время на принятие решения тоже было очень мало. То есть ты мог оказаться в любой момент ситуации, когда вдруг кто-то достанет оружие. Ты был к этому готов, потому что и сами работали с оружием. То есть мгновенно все происходило, очень быстро. Разборки были быстрые, скоротечные. Но служба работала так же. А если такая опасная профессия не для вас, вы можете без проблем получить востребованную IT-специальность. Рисковать точно не придется. Ведь вы обучение проходите сейчас, а деньги платите потом, когда получите высокооплачиваемую работу. А че так можно было? Ската Академия – да. Ребята придумали крутую штуку. Вы проходите онлайн-курс по джаворазработке с постоплатой. Если вы мечтатель по жизни, а финансы поют романцы, то теперь это не проблема. Вы можете совершенно бесплатно обучиться в Java, после чего вас точно не кинут. И трудоустроить на работу с минимальной зарплатой в 100 тысяч рублей. И это условие прописано в договоре. Гарантии – это всегда приятно. Особенно для серьезных людей. Если обучение пойдет не по плану и вас отчислят, то вы все равно ничего не потеряете. И оплату с вас никто не потребует. Только когда вы станете солидным айтишником и будете получать доход от новой работы, вам нужно будет выплачивать 17% от суммы, полученной на руки в течение двух лет. По-моему, очень честно. Если вас все еще терзают смутные сомнения, что эта сфера для вас, то расслабьтесь. До того, как вы попадете на курс, вам предоставят тестовое задание. Благодаря ему вы сможете точно понять, хотите ли всерьез с ним заниматься, и принять взвешенное решение до подписания договора. На курсе, который будет идти 9 месяцев, вы не просто будете слушать лекции и выполнять задания, но и обрастете полезными связями. Вы вступите в мощное сообщество студентов и выпускников, благодаря чему вы сможете решать сложные вопросики сообща. Все это поможет вам бодро двигаться по карьерной лестнице. После курса вы станете уважаемым специалистом и будьте готовы переехать в Москву или Санкт-Петербург. Ведь именно там обитают серьезные люди и работодатели в сфере Айти. Вы уже решили стать важным человеком? Тогда скорее переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Историй было много и разных. Были ситуации, когда охраняемые лица получали и нелепые ранения. Одно из приключений. Мы работали с сыном. Сын сидел в офисе. Он попросил, свозите, пожалуйста, маму на кладбище, поскольку это троица. Свезли маму на кладбище, она там побыла. И на обратном пути мы заехали снова к нему в офис. Она зашла к нему туда, мы в приемной ожидаем. И что уж у них там, я не знаю, стало происходить. Я только услыхала, как он звал меня, чтобы я вошла в помещение к нему. Он стал кричать, забери, пожалуйста, отсюда маму. Мама сказала, я никуда отсюда не уйду. Я должна уехать домой вместе с ним. Я предлагаю маме все-таки выйти. Пожалуйста, давайте выйдем. И в этот момент он берет что-то, и я слышу характерный такой звук, хлопочек. Бум. И бросает маме под ноги. Вот я маму начинаю вытаскивать. Мама вот упирается в двери, как кот в мультике, значит, всеми четырьмя лапами. Вот. Я успеваю только заскочить за капитальную стенку. Вот, то есть дверной проем в капитальной стене. Вот раздается взрыв. Это был запал от гранаты. Он бросил родной маме его под ноги. Вот. В полу дырка в бетонном, небольшая. Вот. А у мамы кровотечение. Осколочное ранение. Ну и вот в этой ситуации ты понимаешь, что у тебя буквально секунды считанные. То есть я вот заткнула дырки, мама в ужасе. Я кричу объектовому охраннику, который сидит, что давай мне быстрее жгут. Он моргает глазами, у меня его нет. Вот я говорю, вытаскивай шнурки. То есть в этих ситуациях ты должен до последнего быть очень хладнокровным и оставлять трезвость, мысли. Нельзя дать вот раскачаться себе. У меня нет шнурков, сказал мне молодой человек. Я ему говорю, вытаскивай мои шнурки из ботинок, потому что я сижу, заткнув самые крупные дырки, большие. Вот. Он вытаскивает шнурки, мы это перетягиваем. Ну и вот маму мы грузим бегом в автомобиль, ноги вверх на торпеду и до ближайшей больницы. То есть это все обязанности телохранителя. Вы должны знать, где находятся ближайшие больницы по ходу движения вашего по маршруту. Вот, ну и маму мы сдали, все благополучно, вовремя доставили, маме оказали помощь. Мне наутро вот звонит там очень-очень рано, говорит, мне тут говорят, что я вчера маму взорвала, это правда? Я говорю, правда? Да ну, ты гонишь. Я говорю, нет, я не гоню, это реально правда. Ну, там, где она, ну, я рассказала, где больница, мы приезжаем, мы к ней поедем. Вот мы, я приехала за ним, мы поехали к маме в больницу. Ну, мама была очень рада, она там, вот сыночка, ой, там, тра-та-та, то есть я на тебя не сержусь, я тебя простила, все хорошо. Да это и сейчас сплошь и рядом случается, то есть это не, ну, не какая-то прям там заоблачная история. Еще из тех же вот безумных лет, когда у нас там шеф, они выясняли какие-то отношения, значит, это все происходило в ресторане, там, с каким-то оппонентом. Они уже вышли на улицу, и на улицу продолжают разбираться на высоких тонах, вот, и его оппонент идет к машине. Ангела-хранители с тобой в этот момент там на опережение что-то тебе говорят, вот, но ты успеваешь отреагировать чуть-чуть раньше, чем это произошло. Вот я понимаю, что вот сейчас что-то начнет происходить. То есть он открывает багажник, я хватаю шефа и волокую его, там такой ресторан был с колоннами, вот я волокую его за колонну. Он только открывает багажник, но вот я уже вот понимаю, что он, ну, выхватывает автомат и дает очередь под ноги. Вот, ребята, вот я с шефом за колонной. Народ, ну, два молодых человека, один на коленке упал, ну, второй просто пописался. Потому что это страшно, когда в тебя стреляют, что там, это не стыдно. Мне потом говорили, как так, ты, наверное, знала, ты, наверное, поняла. Нет, я ничего не знала, просто я, ну, способна анализировать то, что я вижу и понять, что сейчас будет. То есть я, когда приходят люди, говорят, что я ничего не боюсь, это плохо, потому что если человек ничего не боится, он и сам себя не спасет и не поможет никому. Должен быть разумный выброс адреналина, который заставляет человека думать и делать, действовать в такой ситуации. Мне нравится моя работа, я занимаюсь ей с удовольствием. Из таких популярных, знаменитых мы работали с Полом Маккартни, его визит в Санкт-Петербург в 2004 году. Мы его с супругой Хизери Милс. Ну, это прям очень-очень-очень интересный визит, потому что там куча всего происходила за эти там 10 дней, что они были до концерта здесь. Здесь у него на тот момент только-только родилась дочь, и дочери было 7 месяцев. Вот они приехали все вместе. И дочку они носили, ну, в сумке вот в этой переносной такой, как вот легкие переноски сейчас. На тот момент такие переноски были редкостью, скорее. Идет Пол, он несет Лельку с ребенком, а здесь идет супруга. Вот. Я отвечала за супругу, за Пола отвечал мой напарник Андрей, вот. А у девочки был свой телохранитель, значит, она была из Нью-Йорка, полицейская какая-то дама. И по закону подлости, прямо вот в дверном проеме они встречаются с Чубайсом. Чубайс идет, личка у него шла достаточно далеко, в шагах, наверное, в 5 или в 7 сзади. Вот. Ну, а мы как положено работаем в непосредственной близости. И вот эта вот телохранительница девочки, этой маленькой, она понимает, что Чубайс, он не видит, он не понимает, что в Лельке ребенок. То есть он думает, что это просто сумка обычная. И она мгновенно его берет и очень мягко, с какими-то извинениями, ну, так, прислоняя к дверному косяку к этому в проеме. Он ничего не понимает за эти мгновения, у него на лице чего только не отобразилось. Он узнает, значит, он смотрит, понимает, что это Пол Маккартни, узнает, потом смотрит, понимает, что в Лельке ребенок, тоже начинает извиняться. Его личник бежит лихорадочно, ничего не понимает. Он уже буквально хватается за оружие, но потом тоже какой-то чуйкой соображает, что нет, тут не тот инцидент. Все перед другом извиняются, но вот на самый первый момент, когда его прислонили к этому косяку, с ним так не обращался никто, я так понимаю. Вот он был в шоке от этого. Ну, они вежливо потом извинились, разошлись, поздоровались. Ну, это такие ляпы рабочие. Часто работодатели, они считают, что они все знают, они всегда поступают правильно, а мы пытаемся заработать на них как можно больше денег. И, значит, вот ситуация. Мне звонит мой приятель, у него охранное предприятие, говорит, Вик, мне тут пришел заказ, требует одного англоязычного парня. Ну, там в конце месяца приезжает кто-то, я не знаю кто, Даш, кому-нибудь. Я говорю, да, да. Это было, наверное, недели за три. Вот сегодня вечером в 11 часов вечера надо ехать встречать клиента. На часах в 4 часа дня звонит мне вот этот же мой приятель и говорит, знаешь, Корчагина, такая незадача, мужик, от которого сегодня встречать надо, оказывается, это Киану Рис. Я говорю, да ладно, класс. Как они себе это представляют, Дим? Как? Говорит, да я не знаю, ему сказали, что одного человека им вполне хватит. Я говорю, а автомобилей сколько? Он говорит, да тоже один. Вот в таких ситуациях, когда вот я всегда еду и смотрю со стороны, как это будет происходить. И если я понимаю, что необходимо мое включение, я всегда включаюсь и помогаю своим сотрудникам. Уже в аэропорту мы встречаемся с помощницей, переводчиком, в общем, девушка молодая. Вот, и ее аж прямо вот все трясет. Вы что, может, у вас так колбасит? Все в порядке? Она говорит, вы просто не понимаете, вы не понимаете, с кем мы будем работать. Я говорю, да все, я понимаю, успокойтесь, он такой же человек, как вы, как я. Ну ладно, вдохнули-выдохнули. Значит, ну, выводит его фасттрек. Его подхватывает, значит, вот телохранитель. И уже тут сразу же к нему начинают идти за автографами. Я понимаю, что толпа начинает прибывать. Я включаюсь, вот он, значит, реагирует на меня, типа, это кто-то. Павел уже говорит, это тоже сотрудник охраны, и вот видели бы вы его лицо первое. Типа, господи, до чего же я докатился? Это что, меня будет охранять женщина? То есть у него был настолько красноречивый этот взгляд. Вот, в общем, такая у него была первая реакция. Вот, ну, и на следующий день это съемки, значит, первый съемочный день, там, подбор костюмов. То есть они едут на студию. Я понимаю, я вот этой девушке Евдокии, которая у него и помощник, и переводчик, я ей говорю, что одной машиной вы не обойдетесь. Вам нужен второй автомобиль. Ой, не надо нам тут говорить, что надо делать, мы сами все знаем вообще. Не надо нас учить, мы сами все умные. Никаких вопросов, умные и умные. Утро. Мы выходим с черного хода, потому что у центрального уже стоит толпа. Но на черном ходу нас тоже ждут. Мы задаем ему вопрос, что будем ли мы давать автографы. Он говорит, конечно, конечно, мы будем давать автографы, конечно. Это даже не обсуждается. Он начинает давать автографы. Ну и что, наши русские люди, они же, в общем-то, им все равно, кто это. То есть первые два человека берут автограф еще культурно. Третий, он уже начинает говорить, слышь, ты иди давай сюда, что ты там им даешь. Давай, иди, вот, вот тут вот, давай, ты тут. Третий говорит, да пошел ты там. Так, иди ко мне. Его начинают, значит, волтузить из стороны в сторону. Он не ожидал такого отношения к себе. Как-то совсем вижу по нему, что это еще не нравится. Когда я понимаю, что уже вот, ну, все, ситуация сейчас выйдет под контролем совсем. Я Паше говорю, что бегом в свою дверь. Мы его складываем. С горем пополам он уехал, а это барышня-переводчик, которая и помощница, она осталась на улице, стоит. А как же я? А я? А как же я? А куда же? Начинают бросаться под такси, ее объезжают, значит, как от чумы. Она мечется. Вот, но поскольку я вот эту ситуацию предвидела, я прыгаю в свою машину, около нее останавливаюсь. И вот она смотрит на меня, я дверь ей уже открыла, говорю, запрыгиваем их сейчас, догоним. И потом, по мере продвижения визита, толпа становилась все больше и больше. В последний день толпа перекрыла Садовую улицу. То есть народу было столько, что на Садовой остановилось движение. Съемка была на Садовой. И мы сквозь вот эту толпу работали. Нам в помощь дали еще двух сотрудников полиции. То есть вот мы, в общем, все дружно обеспечивали безопасность Киану. Ну и вот в конце уже, когда мы провожали его в аэропорт, и он вышел покурить. Это зал для официальных делегаций. И туда вроде и допуска нет. И опять идет эта толпа фанатов. Время 5 утра, он смотрит на меня уже и говорит, Виктория, они сумасшедшие. Я говорю, ну, видимо, в какой-то мере, да. То есть, ну, замечательно. И очень хорошее впечатление от визита. Очень простой, легкий, с хорошим чувством юмора. Потом вот у меня дома... Ну, он мне сказал, когда мы прощались, он сказал, что у меня первый опыт, что у меня... Я в восторге. Виктория, вы лучший, с кем мне довелось работать. У меня есть фотография вот с ним, и он мне написал, Виктория, ты лучшая. Ну, сотрудников личной охраны берут люди нескольких категорий. Берут те, кому реально что-то угрожает. Это первая категория. Есть те, кто, ну, какого-то определенного социального статуса достиг, и вроде как неприлично. Ну, вот, у всех есть, а у меня нет. То есть, это вот, ну, такой имиджевый момент. Вот. А есть еще те, которые берут для понтов. У него вроде и денег не так много, и личная охрана ему, она вроде и даром не нужна. Оно вот, желание произвести впечатление, оно перебарывает весь здравый смысл. Вот. И это самая сложная категория людей, потому что они не хотят платить. Они меняют телохранители и водители, и все не устраивает. От этого не так пахнет, этот не так смотрит, этот не так думает. Это категория, с которыми, ну, у которых есть угроза. С ними работать, в общем-то, просто, ну, опасно, да. Но это люди, которые слушают, как надо, потому что они реально обратились за помощью к специалистам. У меня, к счастью, все охраняемые лица живы. Вот. Вот. Надеюсь, что и дальше так будет продолжаться. Да. Вот. Ребята погибали. Да. Ребята погибали из окружения. Есть у нас, ну, и такое, никуда тут не денешься. Вот. Ну, к счастью, их немного совсем. И, в общем-то, больше, ну, большая часть по собственной глупости, по собственной дурости. То есть они, работая телохранителями, начинали вдруг становиться бизнесменами. Они начинали решать какие-то, участвовать в бизнесе шефа или в каком-то параллельном. И теряли контроль и, к сожалению, уходили. Деньги – это очень серьезные критерии проверки. Большие деньги проверяют людей на раз-два. Меня несколько раз в жизни пытались купить. То есть, типа, что тебе стоит? Ну, всего-навсего. Слей информацию. Где шеф будет, тебе что там? И очень прилично мне предлагали деньги. Но вот это не про меня. Наша школа, русская школа охраны, она лучшая в мире. Лучше наших ребят никто не работает, я вам отвечаю. Потому что только наши люди, ну, вот это примеры из советского, прошлого, на вокзале в Мюнхене, решили проверить, как работает наша служба. Вот когда, значит, с визитом был у нас там первый секретарь. И бросили чемодан под ноги. Ну, небольшой чемоданчик около вагона. И вот сотрудник личной охраны накрыл чемодан собой. И немцы тогда писали во всех газетах, что наши сотрудники не накрыли бы чемодан собой. Так бы никто не поступил. А русские могут. Нам повезло. Мы застали наставников, которые передавали нам свой опыт из 9-го управления КГБ. Вот это фантастические люди, уникальные, с замечательной биографией, с очень интересной судьбой, которые с радостью делятся всем, что они сами знали. И мы также точно пытаемся передать уже то, что мы от них получили, чему научились сами, обобщили, саккумулировали и передаем дальше. Потому что без этого опыта невозможно работать. 27 лет мы занимаемся обучением и подготовкой сотрудников. Это одно из направлений, один из наших профилей. Вот и у нас самые высокие рекомендации по всему миру. Начали мы в 96-м году. Первая была группа, были там только парни. Потом были группы и смешанные. Чисто женская группа, вот прям чисто-чисто женская была, по-моему, у нас, наверное, в году в 99-м. Или в 2000-м. То есть 23 года назад, наверное, была вот чисто женская группа, 6 человек. Вот тоже тогда это был какой-то заказ. Была одна очень интересная у нас девушка, которая пришла к нам с модельного бизнеса. Никто бы не сказал, что эта девушка-телохранитель, хотя она замечательно двигалась, великолепно стреляла. И когда со мной начинают спорить, говорят, ну вот, она же там в схватке с мужиком ничего же не сделает. Я всегда задаю вопрос, ребят, приведите мне пример, кого из охраняемых лиц у нас убили руками. Либо стреляют, либо травят. Человек, конечно, должен уметь противостоять, но это не основной критерий отбора женщин. Женщина должна быть похожа на женщину. Это прям самый главный критерий. То есть охраняемое лицо, набирая себе женщин, он хочет видеть рядом с собой женщину. Он не хочет видеть какой-то каучуковый мячик или мужеподобное что-то, потому что он проще тогда взять мужчину. А женщина должна выглядеть как женщина. Она должна уметь краситься, уметь одеваться, уметь хорошо говорить, а не мат через слово, не запинаясь. У нее должно хорошо пахнуть. Она должна быть женщиной во всех отношениях. И тогда она и работать будет мягче, коварнее, что ли. Она должна сработать быстро, четко и по возможности незаметно, чтобы даже никто не понял, что она такое сделала. Она улыбнулась и пошла дальше. Все. Мы проводим полиграф-тестирование. То есть если человек склонен к кражам, сразу нет. Потому что соблазн с деньгами он будет. Ну понятно, что там склонности к алкоголю, к наркотикам тоже нет. Завышенное самомнение, самооценка тоже нет. Потому что если телохранитель начинает спорить о чем-то с супругой клиента, то вряд ли он задержится. Сейчас курсы варьируют. Значит, с кем-то мы работаем два месяца, с кем-то мы работаем три недели. За три недели, да, мы даем самые основные навыки. Мы даем иногда даже вот под запись. Ребят, вы должны уметь делать вот это, это, это. И мы на тренировках это пробуем. То есть, ну, занятия достаточно плотные. Ну и специалисты выходят все равно хорошие. Потому что они успевают за эти три недели так проникнуться всем вот этим. Ну, основная дисциплина – это тактика-специальная подготовка. То есть все, что делает телохранитель на работе, оно вот как раз на этом предмете рассматривается. Второй большой предмет – это, понятно, что оперативная стрельба. Мы не просто стоим и стреляем, а все это происходит также в движении. Следующий – это оперативный бой. Это все, что касается там всяких разных противостояний. Рукопашка, как правило, говорят, ну, правильно называется, примет оперативный бой. Оперативная психология, оперативно-технический осмотр, доврачебная помощь. Наверное, все. На курсе у нас будет массаж, он идет, мы начали уже, ввели. Потому что женщинам часто приходится работать с детьми, с пожилыми родителями. Массаж необходимая. Ну, вот часть обучения, его должны знать. Курсы макияжа, потому что они должны уметь краситься, сами себя хорошо как бы красить. Предмет еще общая физическая подготовка, потому что телохранитель много чего должен уметь. Сейчас вот следом будет плавание, вот, будут зимние виды, то есть лыжи, коньки – это все телохранитель должен уметь. Все, что делает вип-лицо, телохранитель должен это уметь. Здесь не так много романтики, как мы наблюдаем в кино. Но в то же время это все равно очень интересная профессия, потому что она позволяет самореализоваться во многих сферах. Субтитры создавал DimaTorzok